Москва потому и белокаменная, говорит археолог Олег Брусенцов, потому что построена она из подольского известняка. Именно благодаря работе каменоломен возле пахры вырос город, да и две кирки на гербе тоже не случайно появились. Нижнее течение пахры вплоть до впадения в Москву реку и среднее течение пахры – это выходы камня. Так исторически сложилось, геологически так сложился ландшафт, что этот камень, он выходит на поверхность здесь, и его можно добывать, и наш подольский камень, естественно, можно встретить в архитектуре всей Старой Москвы вплоть до ГУМа. Работа подольских каменоломен для главосновы интерактивной программы. Послушать эту лекцию приезжают историки из разных городов. Здесь же расположилась выставка артефактов битвы при Молодях. Они увидели свет полтысячелетия спустя благодаря работе подольских и московских археологов. Уже второй год они проводят раскопки на месте битвы с Девлет-Гиреем. Это подковы, это пули, это все, что связано с периодом битвы и со снаряжением коня, всадника, как и русского, так и крымских татар. Я думаю, что результаты будут серьезные в плане коллекции, а в плане научном нам нужно понять сейчас границу приблизительного театра действий военных. Если на полях сражений раскопки идут, то курганы археологи уже стараются не трогать, чтобы сохранить эти объекты культурного наследия для будущих поколений. Появляются новые методы, появляются новые приборы. Там, может быть, через 10-20 лет уже сейчас есть некоторые разработки подобные. Не нужно будет тратить средства какие-то, чтобы знать, где что лежит. А мы сможем пройти по поверхности и скажем, вот здесь у нас погребение, вот здесь у нас остатки дома какого-то, вот здесь такие-то вещи, здесь такие-то вещи. Вот это важно для науки раскопать и показать, потому что у нас этого нет. Узнать больше о том, какие тайны хранятся в подмосковной земле, можно в музее Подолье до 20 августа. А 26 числа эту экспозицию представят на фестивале «Славянское подворье». Марина Березина, Ивана Ванков, телекомпания «Кварц». Ивана Ванков, телекомпания «Кварц».